Приветствую вас, в первую очередь мне кажется, необходимо определить какой вы ведете бюджет своим мужем, потому что пока выглядит немного странно, то что вы переводите, как вы говорите, постоянно ему деньги. То есть если это ваша собственная инициатива и мужчина особо не просил, то непонятно вообще с какой стати вы хотите, чтобы он вам что-то возвращал. Если же он вас просил, то вполне нормально, что вы можете также чем-то его попросить. Это может быть и перевод на что-то, это может быть и просто что-то купить, ну короче говоря, самые разные это могут быть моменты. Вот вам здесь мне кажется нужно определиться только вот с тем, что вам, ну с чего вам хочется. Вот, я думаю, так примерно можно ответить на вопрос, на ваш, вот, который вы задаете. С другой стороны, если ваш муж способен, способен негативно отреагировать на то, что вы у него что-то просите, то это уже вопрос о том, как складываются ваши отношения с нефтиным. Потому что, если он может отреагировать негативно, значит между вами не выработаны, что называется, вот не выработаны, не выработаны, а механизмы взаимодействия между вами, вот, и соответственно есть и какие-то трудности в этом. И если трудности есть, то их нужно разбирать, потому как это проблема, когда люди не понимают, что они, собственно, вообще, дадут друг другу, что они хотят друг от друга, вот. Так что, здесь вам нужно разобраться с тем, какие отношения у вас с мужем. Самым оптимальным вариантом будет определить, по какой причине вы переводите ему деньги, прочитать, что он у вас об этом или нет, и просить в ответ, что ли, что ли, если вам хочется. Но, при условии, при условии, если... при условии, если вы не делали этого по своей собственной инициативе, инициативе. Вот, если вы это делали по собственной инициативе, то в таком случае, что-либо просить его можно, но не взамен. Грубо говоря, определите, какие у вас отношения, дашь на дашь или, что делаю, то и могу, что могу, то и делаю. Для... Ну, для тебя. Вот. Так, постарайтесь определиться с этим. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Не очень понял, для чего вы писали свою фотографию, зачем. Вот. Нам. Грация, по крайней мере, психологам не нужна. Вот. Ну. Ваша. Вот. Если вы обращались к истатерикам, то вопрос, соответственно, вам нужно перенести. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена успешно.